Экологическое движение «Раздельный сбор» отметило свое пятилетие. При этом только за последние три года удалось отправить в переработку более 600 тонн вторичного сырья. Первая суббота каждого месяца для тысяч жителей Петербурга в буквальном смысле является днем освобождения от мусора, который копился предыдущие 30 дней. Впрочем, не сами коллекционеры, не волонтеры на акциях, пустые бутылки, газеты и журналы, пластиковые контейнеры мусором не называют, ведь эти вещи вполне могут получить вторую жизнь. Мы сотрудничаем с небольшими предприятиями, которые там забирают пластик, кто-то металл забирает, стекло по отдельности. Существует несколько крупных предприятий, которые этим всем занимаются. В общей сложности отходы в переработку сдали более 100 тысяч петербуржцев. Волонтеры вспоминают, раньше, чтобы привлекать людей, они расклеивали объявления на парадных. Сейчас помогают социальные сети и сарафанное радио. Внести посильный вклад в сохранение чистоты окружающего мира решили и сотрудники телеканала ТКТ-ТВ. Целый месяц мы не выбрасывали, а наоборот, собирали ненужный пластик, бумагу и стекло. Получилось около 10 килограммов. В конце месяца мы его рассортировали и принесли сюда, на одну из точек, где проходит акция «Раздельный сбор». В планах на ближайшие пять лет донести идею о необходимости раздельного сбора мусора до большего числа людей. При этом волонтеры хотят сделать возможность сдачи в турсырья не раз в месяц, а ежедневно с помощью специальных контейнеров. При этом главное, чтобы отходы действительно поступали переработчикам. Сейчас активисты решают, как можно реализовать эту задумку. Субтитры создавал DimaTorzok